Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Сегодня я стою в крепости, которая находится на голландских высотах. Это так называемая крепость Немрода. Когда я думаю о крепостях, то вспоминаю слова Павла, который сказал, «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Он говорит о твердонях. Крепости строились на горах. На то было две причины. Во-первых, чтобы жители были защищены от того, что происходит снаружи. Крепость должна была содержать что-то внутри, но также удерживать что-то снаружи. Духовная твердыня работает так же. Это нечто, что сдерживает вас внутри. Но если человек не будет осторожен, то построит стену вокруг себя, которая не позволит людям снаружи помочь им. Часто, когда люди оказываются в духовных оковах или в плену, то они не позволяют другим помочь им. Это стратегия врага. Я прочитаю вам стих из Писания, который проповедники цитировали, сколько я себя помню. Но они часто не упоминают контекст этого места Писания. Я хочу процитировать это место и дать вам контекст, который вы, возможно, не слышали ранее. Это второе послание Коринфянам 2 глава 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». И вот контекст данного стиха. В первом послании к Коринфянам апостол Павел упрекает церковь весьма серьезной моральной проблеме. Там был молодой человек, который прелюбодействовал со своей мачехой. Церковь знала об этом, но никто не говорил об этом. Павел говорит, «Я не могу поверить, что вы допустили это». Церковь и общество знают об этом, но вы не решаете данный вопрос. А вот что я сделаю. Своей апостольской властью я предаю этого человека, сатане, для разрушения плоти, чтобы он покаялся и в итоге спасся. Прошло время. Мы не знаем, сколько именно это длилось, но мы знаем результат благодаря второму посланию Коринфянам. Нечто ужасное случилось с молодым человеком. Он покаялся, вернулся в церковь и попросил прощения. Однако, как и сегодня, некоторые люди все еще обижались на него. Они считали, что он не заслуживал прощения. Его нужно наказать. А Павел сказал, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Вот чему Павел учил церковь в контексте всего этого. Я простил его, потому что Бог простил его. Он покаялся и попросил прощения у Бога. Так что вы должны тоже простить его. Если вы не простите его, то сатана будет использовать то, что атаковало его, против вас. У меня есть проповедь, которая называется «Рыбалка в море забывчивости». Она касается опасности, которая возникает, когда мы вспоминаем грехи людей после того, как они были прощены. Это стратегия врага. И когда я смотрю на Слово Божие, то вижу в нем нечто важное. А вот что сказал Павел, чтобы не сделал нам ущерба сатана или не получил преимущества. Там стоит слово, которое означает «достать», «приобрести». Иными словами, чтобы сатана не достал вас, простите этого человека. Простите, чтобы он не воспользовался вами, ведь иначе он может схватить вас. А слово «умыслы» в греческом оригинале означает «использовать ум». А вот что здесь говорится о замыслах сатаны, это когда он использует свой ум против вас, чтобы воспользоваться вами в какой-то ситуации и достать вас. Иными словами, сатана использует против вас свой ум или, как мы говорим, строит планы против вас. Сегодня мы бы назвали такое военной стратегией. Мы знаем, что военные в США играют в военные игры. Они придумывают сценарий, воспроизводят его и говорят, что мы будем делать, если это случится в битве. Христиане склонны к тому, чтобы не готовиться к битве заранее или готовить стратегию. Мы привыкли действовать в тот момент, когда приходит проблема. Мы можем предотвратить ее, но часто ждем, пока что-то не случится. Это весьма длинная проповедь, я не закончу ее сегодня. Но я хочу дать вам семь фактов о сатане и его царстве. Я хочу быстро пройтись по ним. Первое. Мы сами навлекаем на себя многие из наших битв. С годами я понял, что часто вопрос не в дьяволе, а в нас самих, не в дьяволе, а в вашем рте, не в дьяволе, а в ваших мыслях. Мы сами навлекаем на себя многие из наших битв. Второе. Большинство побед сатаны происходит из-за нашего неведения. Мы либо осознательно, либо неосознательно находимся в неведении. Это означает, что мы либо выбираем неведение и игнорируем проблему, либо мы на самом деле не знаем, как справиться со сложившейся ситуацией. Главное преимущество сатаны — это наше неведение. Ну а третье. Я понял, что духи любят тьму, а часто наша тьма — это неведение относительно его стратегий. Я видел церкви, в которых возникали споры и разделения. Они винили в этом пастыря, помощника, дьяконов и старейшин. Но на самом деле вопрос был в гордыне, которую принес сатана. Люди просто увлеклись гордыней. Никто не понял, что это враг. Они обвиняли людей вместо того, чтобы сказать, «Слушайте, а это дела врага». И вот еще один пункт. Сатана не обязан повиноваться нашим запретам, если мы ходим в непрощение. Иисус даже сказал, «Если вы не будете прощать других, то я не прощу вас». Он даже сказал, что «Если вы идете в храм, чтобы принести жертву, и не простили брата, Бог даже не примет вашу жертву, пока вы не простите брата». Если Иисус не простит вас, если вы не прощаете других, не примет вашу жертву, то почему враг обязан повиноваться вам? Вы можете говорить, «Сатана, я связываю тебя, я изгоняю тебя». Но если вы неправильно относитесь к Богу и другим, сатана не обязан слушаться вас, потому что вы связали свои руки перед духовной властью в Господе, потому что не ходите в плане, цели и воле Божией в этой ситуации. Это весьма серьезно. Далее, пятый пункт. Планы сатаны хранятся в тайне, а не открыты публике. Итак, он хочет скрыть их. Как я уже говорил, Адам с Евой спрятались от света. «Бог есть свет». Он был в саду. Они прятались от света среди деревьев. Часто мы можем думать, что нам удается спрятаться. Шестое. «Нельзя победить то, что вы допускаете». Иными словами, вы не можете управлять тем, что допускаете. Вы не можете управлять тем, что сами допускаете. Седьмой и последний пункт звучит так. «Без присутствия Божьего, я уже говорил об этом, сатане становится комфортно». Ему очень некомфортно. Среди поклонения, среди единства в церкви. Он не знает, как справиться с людьми, которые любят друг друга. Я могу сказать вам нечто, что я узнал за свои 42 года в служении. Если группа людей будет любить друг друга и других, то это свяжет руки врага и не позволит ему сделать то, что он хотел сделать. Я хочу раскрыть вам некоторые тайны сатаны. Я увидел, что принципы духовной войны часто скрываются в библейских историях. Одна из таких историй связана с тем, когда Иисус перебрался через Галилейское море, чтобы освободить Гадаринского бесноватого. Неделю назад мы были в США. Если бы я проповедовал об этом, то вам нужно было представить себе, как выглядело это место. Теперь же, когда я говорю о Галилейском море, да, говорю о Гадаринском бесноватом, теперь не спешите, вы все поймете на этом месте. Иисус говорит ученикам, «Вот вам задание. Давайте переправимся на другой берег». Обратите внимание на то, что произошло, когда они плыли на другой берег. Внезапно они попали в бурю. На Галилейском море буря может возникнуть по одной из трех причин. Первое. Когда ветер дует сире, то поднимает двух- или трехметровые волны. Далее второе. В Библии сказано, что поднялась большая буря. На греческом там стоит слово «сизмос». От него происходит слово «сейсмограф». Это подводное землетрясение. Под этим озером есть тектоническая активность. Господи, пусть этого не будет, когда я проповедую. Но иногда это происходит, и на озере поднимаются волны. Все из-за небольшого подводного землетрясения. А третья причина бурь — это демонические бури. Мы видим пример в книге Иова. Когда сатана выступил против Иова, то послал бурю, которая разрушила дом последнего и погубила всех его детей. Это была буря не от Бога, а от сатаны. Итак, на Галилейском море буря могут возникать из-за трех причин. Иисус должен был перебраться на другую сторону. Внезапно ему начинает мешать ветер. Происходит нечто неожиданное. Кто из вас переживал такие случаи, когда у вас было задание, и из ниоткуда что-то случилось с вашей семьей или церкви, и все ваши планы прерывались. Такое бывает, когда на вашем пути возникает внезапное препятствие. Эта буря может мешать исполнению воли Божией. Господь сказал, «Я переправлюсь на тот берег». Вы либо сдадитесь, развернетесь, и вернетесь туда, откуда вышли, и скажете, «Ну, ничего не выходит». Наверное, в этом нет воли Божьей. Или вы пройдете через бурю, зная, что Господь поможет вам. Библия говорит нам в Евангелии от Матфея 8 главе 26 стихе, что Иисус, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Смотрите, что происходит. После бури мы увидели одно из величайших освобождений в истории служения Иисусу. Гадаринский бесноватый был освобожден от двух тысяч духов. Я считаю, что это свидетельство, благодаря которому многие получили освобождение. Враг знал, «Если я помешаю Иисусу добраться до этого человека, он не будет освобожден, и это не станет свидетельством славы». Но кто из вас знает, что если Иисус говорит «переправимся», то вы переправитесь, даже с бури, даже с водой в лодке, даже при плохих условиях. Если вы будете в лодке со Христом, вы переправитесь на другой берег. Так вот, смотрите, есть бури, и они представляют собой проблемы. Это метафора. Есть бури, которые можно запретить через молитву. Но бывают времена, когда вам нужно держаться и с терпением идти до конца. Кто-то из вас наверняка переживал и то, и другое. А вы переживали бури, с которыми можно разобраться через молитву, а также бури, в которых нужно было ждать и терпеть. Вы понимаете, что для этого нужно время. Ну, а я перейду к истории Ноя. Все партнеры моего служения знают эту историю. Ною было 500 лет, когда Бог сказал ему построить ковчег. Когда ему было 600, начался поток. Его трое сыновей были в лодке. У него были пары животных, которые должны были заново заселить землю. Это была огромная лодка высотой в три этажа. Интересно. Но мало кто задумывался над тем, о чем я расскажу вам сейчас. Мой разум работает не так, как у всех. Не знаю, почему. Ной прожил 950 лет. Ему был 601 год, когда закончился потоп. Это означает, что он прожил 349 лет после потопа. Потоп не помешал ему и дальше жить полноценной жизнью. Но давайте поговорим про тот год, что он провел в лодке. Вы готовы? Он был в лодке во время бури. И это было вонючее место. Да? Вы бывали на куриной ферме или на бойне? У вас были коровы? Я сам рос среди лошадей, и знаю, что они воняют. Я поделюсь с вами вонючими новостями. Кто из проповедников когда-нибудь делился вонючими новостями с ковчега? Но я хочу поделиться с вами чем-то интересным. Вот смотрите. По подсчетам, на корабле скапливалось от 5 до 12 тонн навоза в день. В верхней части ковчега было окно, которое можно было открыть. Оно было сбоку. И они могли выбрасывать навоз через это окно. Им приходилось делать это. Но обратите внимание, вот на что. Снаружи бушует буря, а внутри настоящая вон. Иногда снаружи бывают обстоятельства, которые мы не можем контролировать. Это ваша буря. И бывают неприятные семейные ситуации. Было одно племя, которое изнасиловало дочь Иакова. И он ничего не сделал по этому поводу. Если вы помните, то его сыновья убили их. Иаков испугался и сказал своим сыновьям, «Вы сделали меня неприятным человеком на этой земле». Эти слова записаны в вашей Библии. У кого-то из вас дети делали что-то, что выставляло вас не в лучшем свете. У некоторых из вас есть родные, которые делают вещи, из-за которых вы и ваша семья выглядите плохо. Это приводит к проблемам в семье. Они в бунте. Иногда они даже оказываются в тюрьме. Это и есть неприятная ситуация. И вот что интересно. Они не выходили из лодки, потому что внутри было неприятно. Они оставались в лодке. Но вот что интересно. Когда Бог повелел Ною построить ковчег, то сказано, что Он осмолил его снаружи и внутри. Там используются два разных слова. Одно означает взять смолу и нанести ее на лодку. Это одно из значений этих слов. А второе слово «кипур», что значит «искупить». Он искупил лодку смолой. Слово «искупить» используется далее в Библии для обозначения приношения, которое покрывает грехи. «Смола покрывала дерево, чтобы не проникла вода, а кровь покрывает ваши грехи». Обратите внимание на то, что они оставались в лодке во время бури, несмотря на то, что внутри была ужасная вонь. Послушайте, у врага есть стратегия, которую он хотел бы использовать против каждого из здесь находящихся. Я называю ее «вонючей стратегией». Вы можете лучше. «Вонючая стратегия» заключается в том, чтобы указать на вещи, которые были в вашей семье, доме, которые будут позором для ваших детей, вашей семьи. От них в семье начнет вонять, если вы заговорите об этом. Некоторые религиозные люди используют информацию против других, потому что это дает им власть над этим человеком. Или им нравится ощущать себя важными, благодаря знаниям, которых нет у других. Я хочу сказать, что фарисеи были мастерами вонючей стратегии. Религиозные люди часто делают это. Есть христиане, которые чистые, но при этом злые. Да? Но вот что нужно делать. Вы не можете выбросить животных. Вам нужно выбросить навоз. Вам нужно разобраться с проблемами в своей семье, а не набрасываться на своих детей, находящихся в бунте. Так, хорошо. Я буду проповедовать этой части, потому что они понимают, что я имею в виду. Так вот, любите их безусловно. Сейчас моей дочери 17, как-то она сказала, «Папа, я хочу засвидетельствовать об одной вещи, о которой вы с мамой ничего не знаете». Она стала зависима от порнографии в 11 лет. «Родители, вы должны следить за тем, что смотрят ваши дети. Вы должны ставить ограничения всюду, где только можно». Мы не знали. Она 3 года. С 11 до 13 лет была зависима от порнографии, и мы даже не знали об этом. Но она решила помочь молодым людям. Она рассказала свою историю, а затем спросила, «Папа, ты стыдишься меня из-за этого?» Я сказал ей, «Милая, я никогда не буду стыдиться тебя. Ты принесла свет во тьму. Ты принесла свет в темное место. А если вы приносите свет во тьму, то врагу негде спрятаться и негде скрыться». Когда вы начинаете рассказывать о том, через что проходите, то приносите свет во тьму. Когда вы признаетесь в чем-то и не стыдитесь этого, прося помощи и молитвы, тогда врагу спрятаться негде. Мы так начинаем бояться вони и слов других. Вы ведь понимаете? У нас в семье появился навоз, мусор, плохое ДНК. И как-то в 2 часа ночи ко мне в двери постучались полицейские. Моего 17-летнего сына поймали с выпивкой. Они собирались оштрафовать его. Мы не пьем. Он пил, и мы не знали об этом. Он сбил оленя и вызвал полицию. Полиция сказала, «Мы либо оштрафуем его, либо отвезем в тюрьму». Он начал кричать на меня и ругаться. «Я больше никогда не буду говорить с тобой». «Нет, будешь». «Как только выйдешь из тюрьмы, и тебе понадобятся деньги, ты прибежишь ко мне». Так что не нужно рассказывать. И мы с женой плакали в нашей спальне, потому что мой сын в 17 лет сядет в тюрьму. Но я держался только за Бога. Я был верен ему. И позже он сказал, «Папа, прости, что я опозорил тебя». А я сказал, «Ты не опозорил меня, сын. Я с Господом. Меня не волнует, что люди думают обо мне или о тебе. Мы будем молиться, и увидим, как Бог превратит это в победу. И однажды Богу воздадут славу за твою жизнь». Сегодня мой сын женат. Он родил мне внучку, он работает в служении, он занимается медиа. Он поедет со мною на второй тур по Израилю. И я хочу сказать, не переживайте по поводу того, что люди думают по поводу вашей вони. Просто избавьтесь от навоза. А людей выбрасывать не нужно ни в коем случае. Потому что Ной не выбросил этих животных. Они продолжали плавать с ним по морю, по жизненным волнам и штормам, а он питал их и заботился о них. А избавлялся он только от навоза. Вы должны любить людей, которые находятся в лодке. Оставайтесь в ковчеге, в церкви, с Божьим народом, в молитве, потому что Бог даст победу вашей семье. Аллилуйя, слава Богу. Кто-то должен услышать это сегодня. У сатаны есть своя стратегия. Но Божья стратегия больше любой стратегии врага. Оставайтесь в лодке с Иисусом во время бури. Вы переберетесь на другой берег. У меня закончилось время, поэтому давайте прославим Бога. Оставайтесь с нами. Я скоро вернусь. Слава Богу. Аллилуйя. Часто христиане переживают много эмоций, моральных терзаний, живут депрессией, другим никак не принять свое исцеление. Некоторые не понимают, почему нет ответов на их молитвы. Если вам нужен абсолютный духовный прорыв, у меня есть инструмент. Я покажу вам, какие блокады и препятствия вы строите себе сами. К примеру, христиане постоянно обсуждают прошлые грехи тех, кто был прощен, и перешептываются об этом с другими верующими, что уже само по себе грех. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорил, что такие поступки приводят в действие духов-мучителей. Моя последняя книга — это самое понятное руководство, объясняющее, почему 7 из 10 христиан живут ограниченные жизнью и как им обрести свободу. Я научу, в чем опасно сделать все правильно и что-то одно неправильно. Узнайте, какой опасный урок нужно усвоить у человека по имени Шемии. Узнайте, как христиане становятся печальными рыбаками, улавливая самих себя. Узнайте ошеломляющую историю об Ангеле, который упрекнул служителя за обсуждение давно прощенных грехов своей жены. Как непрощение блокирует возможность принять свое исцеление. Узнайте секрет Христа о законе согласия двоих или троих. Я объясню, как христиане зачастую ежедневно становятся лжесвидетелями. Есть связь между прощением и возрастанием веры. Еще одна важная глава — «Как простить в экстремальных случаях». Я расскажу, какие четыре вещи Бог позволяет вам осуждать. Возможно, самая важная глава — когда Бог отменяет ваше будущее прощения. Вам нужно это знать. В книге мы прилагаем новый аудиосборник «Ключи к молитве заблудных детей». Эти аудиодиски придадут вам сил провозглашать освобождение ваших детей и внуков, которые не служат Христу, и объяснят, как разрушить твердыни сатаны в их жизни. Это одно из важнейших учений за все мои годы. Пришло время принять прорыв для всей вашей семьи. Моя новая книга «Рыбалка в море прощения» и аудиосборник «Ключи к молитве заблудных детей» доступны за пожертвования в 35 долларов или более. Вы можете сделать заказ на нашем веб-сайте, позвонить по телефону или написать на почтовый адрес. Это предложение F134. Если вы выполните инструкции в этой книге и последуете молитвенным принципам прорыва, вы совершите потрясающий духовный прорыв в своей жизни. Так что сделайте свой заказ уже сегодня. Спасибо, что были сегодня со мной на фестивале МАННЫ. Наше новое предложение помогло тысячам людей, как ни одно другое предложение. Мы будем в Далтоне, Джорджия, 5 февраля в среду в церкви Лайфгейт. Надеюсь, вы присоединитесь. Мы также будем на Гавайях. Мы также будем в Кингс Чеппел Ист в Гонолулу. Вы видите информацию на экране. Чтобы узнать больше, заходите на наш сайт. Мы также планируем встречи на конец февраля и первые недели марта, но у нас еще нет подтверждений. А вот почему вам нужно зайти на наш сайт. Иногда у нас появляются места в последний момент. Это место может быть рядом с вами, и мы бы хотели встретиться с вами. У нас еще есть места на Уориор-фест и пророческий саммит. Он будет в апреле. У нас будет 12 служений и 5 спикеров. Я считаю, что каждый, кто следит за библейскими предсказаниями пророков, Христа и апостолов о последних днях, я хочу сказать верующим, что ваши близкие могут познать Господа и заинтересоваться Библией благодаря библейским пророчествам. Сейчас многие служители не хотят учить об этом или избегают этого. Я обращаюсь к юным пастырям. Вы делаете ужасную ошибку. И вот почему. Наступит время, когда все это начнет сбываться. Люди начнут спрашивать вас, что происходит, почему нам не говорили об этом. Это помогает мне, потому что люди приходят к нам и нашему служению, чтобы наши ресурсы помогли в этом. Это помогает нам, потому что мы рассказываем об этом людям. Но я призываю служителей дать ответ людям, особенно неспасенным, чтобы они знали, что Иисус установит свое царство на земле. И это будет уже скоро. И вы можете стать частью этого царства лишь через искупительный завет, с Господом Иисусом Христом, или рождение свыше. Мы готовим нашу студию к учению об Антихристе, хотя мы уже делали это однажды. Это одно из самых масштабных учений об Антихристе. Оно появится лишь осенью. Мы просто хотим сказать вам, что мы работаем над распространением Слова Божьего. Это была небольшая версия, а сейчас мы сделаем полную ретроспективу и будем говорить на эту тему развернуто. Так что готовьтесь. Заходите на наш сайт, просматривайте наш календарь, регистрируйте своих детей на Warrior Fest в марте и на пророческий саммит в апреле. Ну а если вы живете, скажем, в Южной Дакоте или в Монтане, заходите и регистрируйтесь на эти мероприятия. Мы едем на запад, едем к вам. Вы просили, чтобы мы приехали, и мы хотим увидеть вас. Спасибо, и пусть Бог обильно благословит всех вас. Субтитры создавал DimaTorzok